здравствуйте дорогие друзья христос посреди нас вот и пришла среда и мы с вами опять встречаемся для чтения евангелия сегодня мы начинаем с вами читать 10 главу евангелия от луки мы читаем и прочитаем с вами сразу два зачала зачала 50 и 51 напоминаю что мы читаем на церковно-славянском языке поэтому те кому трудно пока понимать на слух могут взять в руки русской евангелия и следить за нами пасих же яви господь и и нех семьдесят и посла их под вима пред лицем своим во всяк град и место аму же хотя же сам идти глаголы ши же к ним жатва оба много делателей же мало молитесь и оба господину жатве да изведят делатели на жатву свою идите се аз посылаю вы яко агнцы посреди волков не носите влагалище ни пиры ни сапоги и никого же на пути целуйте вонь же аще дом внидите первие глаголите мир дому сему и аще оба будет ту сын мира почиет на нем мир ваш ащели жени к вам возвратиться в том же дому пребывайте ядущие и пьющие я же суть у них достоин бы есть делатель мзды свои я не приходите из дому в дом и вонь же ащи град входите и приемлют вы ядите предлагаемое вам и исцелите недужное и же суть в нем и глаголите им приближися на вы царствие божие вонь же ащи град входите и не приемлют вас и сшедши на распутье ягурците и прах прилепший нас от града вашего отрясаем вам побачи сие видите яку приближися на вы царствие божие глаголю вам яку садамлянам в день той отраднее будет ниже граду тому горе тебе хоразине горе тебе вивсаидо яку аще в тире и седоне и выше силы были бывшие в ваю древле убаву вредище и пепли сидяще покаялися выше обачи тиру и седону отраднее будет на суде ниже вама и ты капернаумий и же до неба вознесися до ада низведешися слушай и вас меня слушает и отмит и отмитаясь и вас меня отмитается отмитаясь и же меня отмитается пославши гомя возвратившись и же семьдесят с радостью глаголюще господи и беси повинуются нам о имени твоем речи же им видишь сатану яку молнию с небесе спадша седаю вам власть наступать и на змею и на скорпию и на всю силу вражу и не часа же вас вредит о бачи осем не радуйтесь и яку дусе вам повинуются радуйтесь и же яку имена ваша написана суть на небесе в той час возрадовался духом иисус и рече исповедуетесь и отче господи небесей земли яку утаил яси сия от премудрых и разумных и открыл яси та младенцем ей отче яку таку бысть благоволение пред тобою вот такой большой отрывок и вот мы с вами здесь читаем о том как господь посылает 70 апостолов вот мы недавно читали про то как он посылал 12 и теперь 70 и нам может показаться зачем это было нужно да зачем господь а посылает сперва вот это малое число более так сказать приближенных к нему учеников а потом посылает 70 ну причина первая а говорится об этом самом евангелии что жатва большая делайте ли же мало то есть господу нужно было успеть за эти три года земной своей жизни проповеди нужно было успеть во все города до чтобы все овцы погибшие овцы дома израилева получили благовестие и сам один христос с 12 физически не могли с этим справиться однако однако есть здесь и еще один смысл который нам открывает опять же святоотеческие толкования на евангелие святитель феофилакт болгарский отсылает нас с вами к книге исход где есть такой стих это исход 15 глава 27 стих и пришли в елим там было 12 источников воды из 70 финиковых деревьев может быть вы помните да это когда народ израильский странствует да по пустыне с моисеем вот там был такой момент а елим в переводе означает восхождение и мы видим с вами здесь 12 источников и 70 финиковых деревьев вот святитель феофилакт основываясь на более древней еще до традиции святоотеческой говорит о том что это пророчество фактически об учениках христа 12 апостолов это как 12 источников благодати от которых произрастают уже их ученики потому что эти 70 они подобны плодоносным деревьям которые росли вблизи источников благодати и принесли благодатный плод да хотя христос сам избрал этих 70 но впоследствии ведь они были учениками и спутниками апостолов потому что со христом они были кто год кто два успели ну кто даже пусть три да но в этом случае это был небольшой остаток времени отрезок времени а в дальнейшем они были учениками и спутниками апостолов так что они питались от них как от благодатных источников и как финиковые пальмы приносили сладкие но вместе с тем и такой скажем приятный не слишком приторный как свидетель феофилакт пишет а чуть-чуть кисловатый такой приятный на вкус плод который как раз таки люди могли их легче почерпнуть потому что апостолы иногда представляли для них недостигаемую высоту недостижимую высоту до духовности святости и как бы еще ближе к людям они были совсем так сказать из народа да и могли нести вот эту благодать уже от апостолов получаемую дальше то здесь вообще все устройство нашей церкви да как иерархия ангельская от более сильных к слабым передается благодать божия да вот так же в иерархии и земной господь призывает нашей церкви чтобы именно так слабые как бы питались от более сильных а сильные от самого христа то есть вот такая вот интересная здесь интересное такое толкование объяснение дают святые отцы то есть не только касающиеся непосредственно исторического момента когда христос посылает 70 на проповедь но и касающихся вообще уже даже истории нашей церкви и устройства церкви и вот интересно какие господь дает им указания они идут приготовить путь христу да они говорят приблизилась к вам царствие небесное то есть приближается к вам спаситель он придет скоро проповедовать в вашей деревне подготовьте сердца свои покаянием встречайте господа то есть они делают ту же работу фактически которую делал святой иоанн предтеча и вот какие господь дает им строгие указания которые тоже нам интересны с точки зрения нашей христианской повседневной жизни господь говорит им что они не должны ни с кем во первых не должны брать с собой никакой суммы мешка с вещами то есть не отягощаться земным имуществом они должны идти налегке в путь не должны ни с кем здороваться на пути почему чтобы ничто не отвлекало их от цели потому что с кем-то расцеловавшись поздоровавшись на пути они могут свернуть да и зайти кому-то в гости не поделали отвлечься на какие-то развлечения угощения там и так далее поэтому такая немножко странная до заповедь вроде как недоброжелательности но это не в этом смысле имеется ввиду не то что в прямом смысле не говорите здравствуй да но в смысле не останавливайтесь не отвлекайтесь на праздные беседы идите к цели цель ваша проповедь до апостолов был особой такой аскетическое действительно служение также господь учит их не переходить из дома в дом то есть оставаться в том месте где они остановились для проповеди то есть не метаться в поисках чего-то лучшего а может быть вот у того селянина и домик посимпатичнее может у него там и еда повкуснее да вот чтобы вот этого не было вот кому первому пришли кто первый воспринял у того оставайтесь и так далее если мы внимательно прочитаем все заповеди данные апостолам вот этим 70 то мы увидим что отчасти это можно да даже наверное не отчасти а в полноте можно применить к нашей христианской жизни потому что в принципе а каждый из нас на своем месте да кто-то учитель кто-то может быть инженер кто-то любой другой профессии занимается да но мы несем проповедь христову так или иначе мы влияем на людей окружающих наш нас и на свою собственную семью и на соседей на сослуживцев по работе и вообще мы как бы вот жизненный путь свой совершаем ради царствие небесного с благовестием в сердце со светом христовым сердце которые мы стараемся по мере сил и другим людям передавать и распространять да вот жизнь христианина если так ее вот описать и вся она является путем в царствие небесное соответственно вот какие заповеди не отягощаться нам нужно получается а земными вещами не привязываться к ним не мотаться с места на место в поисках чего-то лучшего нет тут не идет речь о том если люди решили переехать из одного города в другой потому что например работы не стало там или какие-то серьезные причины имеется ввиду в принципе вот этот знаете тип людей есть такой я встречала которые но весь мир уже облетали мотаются там поживут там поживут и нигде они как-то не могут наладиться везде им что-то чуть-чуть не то не так хочется чего-то еще еще лучшего это молодым людям очень свойственно да и простительно понятно но тем не менее видите христос учит стоять на одном месте не мотаться не бегать не искать чего-то внешнего что от себя не убежишь искать нужно внутри себя да вот получается так кстати отсюда же и у монахов вы знаете есть правило жить в том монастыре в который господь тебя призвал до максимально оставаться на одном месте без какой-то уж особо страшной крайней нужды как бы монахи не переходит из монастыря монастырь терпя все что господь дает вот там где он их призвал так не монашествующие люди рассказывали что есть такая заповедь мы у монахов не бегать по монастырям не искать себе то там то там чего-то лучшего вот наверное она и проистекает скорее всего до из этих евангельских слов господа и также ешьте все что предлагают вам да то есть ешьте все что вам дадут довольствуйтесь тем что есть не капризничайте и всем говорите приблизилась к вам царствие небесное а вот дальше какой момент примут или не примут люди благовестий и вот здесь тоже странные слова христа на первый взгляд что если не примут отрисите даже прах от ног ваших то есть прекратите общение с людьми которые никаким образом категорически никак не хотят принимать благовестие да вот этот закон нам мирянам в земной жизни исполнять ну бывает практически невозможно если например в нашей семье есть люди которые не хотят принимать благовестие до христины мы не можем на этом основании как бы да бросить там родных или как здесь наверное скорее имеется ввиду конечно не родные если мы с любовью можем продолжать говорить им о христе или просто жить с ними рядышком по-христиански терпеть и молиться чтобы они тоже обратились это одно другое же дело наверное когда это речь идет о друзьях о знакомых когда однозначно интересы расходятся в противоположные стороны когда друзья или знакомые однозначно интересуются греховным образом жизни тянут туда и нас и здесь мы понимаем что наше влияние бесполезно бессмысленно что они настолько не готовы что нам лучше сейчас от них отойти может быть на какое-то время вот господь и говорит отрисите даже прах от ног ваших то есть не сообщайтесь да блажен муж и женидин и совет нечестивых да как говорит господь в первом псалме и вот соответственно здесь об этом идет речь но уходя вы посмотрите что они должны сказать но знаете что приблизилась к вам царствие небесных да но то есть даже тем которые отрицают апостолы все равно были призваны предупредить их потому что если не примете да тут фактически такой смысл вот святитель феофилакт болгарский так и пишет потому что к верным при приближается царствие небесное с благословением а к тем кто отрицает его с осуждением судом никто не убежит от этого да то есть любом случае не захлопывать дверь как бы так до конца но сказать но приблизилась может быть все-таки обернетесь может быть все-таки будете с нами да то есть как бы вот такой интересный здесь смысл и вот дальше видимо предвидя то что будут они печалиться апостолы от того что кто-то будет отвергать их проповедь господь говорит не печальтесь потому что не вас они не хотят а меня да точно так же как когда-то он говорил пророку самуилу когда народ хотел царя и был помазан саул потом потому что господь хочет сказать апостолам этим не отчаивайтесь если ваша проповедь бесполезной кажется вам и бессмысленной последнее слово все равно за мной да то есть господь говорит все равно я управляю этой проповедью я все равно знаю и вижу все что происходит поэтому не огорчайтесь не считайте что все посеянные погиб урожай да я все еще могу это и спасти изменить да то есть поэтому не впадайте в отчаяние что труды ваши как бы напрасно это очень хороший нам завет всем матерям когда мы иногда вкладываем в детей потом что-то получается совсем совсем по-другому и нам кажется зачем я столько времени я нам все неправильно делал ничего из этого не вышло а господь утешая говорит ничего в свое время я с ними я все за всем смотрю да ничего не происходит без моей воли вот так и дальше господь произносит страшные такие вот как бы да слова о городах горе тебе хоразин горе тебе вифсаида тиру и седону отраднее будет день судны нежели вам если бы они видели дела которые творились чудеса небо в пепле сидя покаялись бы тир и седон были большими богатыми финикийскими городами государствами во времена земной жизни христа они находились на севере израиля там где теперь находится ливан на берегу моря что интересно оба эти города были известны и ужасными разрушениями постоянным нападением врагов и каждый раз они возрождались восставали да но у каждого города был момент когда уже былая слава к нему не вернул так например город тир был захвачен александром македонским в 364 году до нашей эры и разрушен фактически до основания и хотя тир и возрождался впоследствии но былой славы уже не имел кстати в тире проповедовал потом апостол павел город седон тоже разрушался очень много раз завоевателями вавилонцами и ассирийцами и окончательно был разрушен уже после воскресения христова в шестом веке землетрясением так что здесь мы видим с вами что господь говорит и о прошлом этих городов и пророчествует об их будущем и сравнивает господь эти города с богатыми галилейскими городами хоразином и вифсаидой эти города были конечно шли следом за капернаумом который был самым большим богатым городом но все же тоже отличались роскошью и вот господь говорит здесь о том что с тех стира и седона спросится меньше потому как разрушение было конечно за то что они утопали в роскоши и был там распространен скорее всего как во всех богатых портовых городах разврат и все прочее что мол спросится с них меньше потому что не было дана им проповедь ветхого завета не было у них ни пророков не книг ветхого завета и не были посланы к ним апостолы и сам христос а вот вифсаида и хоразин видели такие чудеса видели самого христа слышали его проповедь и тем не менее не приняли его да и не покаялись и не обратились полностью и опять же мы христиане относим их к себе особенно те из нас кто выросли родились православных странах или православных семьях христианских странах когда мы с детства все это видели знали нам рассказывали да и из нас будет очень страшный спрос потому что если другие люди может там всю жизнь жили в не христианской стране или в абсолютно атеистической семье и вот они если пришли там даже к старости слава богу а вот те кто с детства знали те кто с детства росли в верующих семьях это очень страшная ответственность потому что ты все знал тебя всему научили только твоя собственная лень нерадение нежелание спасаться да вот собственно говоря тебя привели к погибели не дай бог и вот дальше апостолы возвращаются с проповеди счастливые радостные и говорят о том что господи и бесы повинуются нам то есть они о имени твоем то есть они говорят вот какие мы молодцы они говорят прославляют имя божие что о твоем имени даже бесы нам повинуются а господь говорит не этому радуйтесь а радуйтесь что имена ваши записаны в книге жизни и что видел я сатану спавшего с неба как молнию действительно до пришествия христова дьявол чувствовал себя полноправным хозяином как бы жителем неба как бы богом таким до фальшивым подложным и здесь он спал с этого пьедестала с этой славы с этой высоты потому что пришел христос и уже подходит конец полноправие вот этому вот этому которым дьявол пользовался вот так святые отцы нам объясняют этот евангельский момент ну и вот мы с вами на этом сегодня закончим нашу небольшую такую вот евангельскую встречу беседу и дальше мы уже с вами будем встречаться в следующий раз будем продолжать читать десятую главу от луки желаю нам всем быть действительно младенцами в вере как господь назвал здесь святых апостолов быть чистыми душой разумом чтобы воспринимать слово божие всем сердцем всем существом жить по заповедям божьим очень искренне желаю этого и себе и вам и будем будем надеяться что наши встречи для чтения евангелия будут с божьей помощью продолжаться всего вам самого-самого доброго до свидания